Единый человек сегодня в нашей студии, автор проекта «Казки Погорелова» Евген Погорелов. Витаем вас в нашей студии. Расскажите нам про свой проект детальнейше. Мы начали их издавать не в виде сборника, а в виде книжечек, в каждой из которых одна сказка на двух языках. И маленькие бонусы в виде разукрашек, в виде словарика, интересных послойств, поговорок, которые мы используем в сказках, они на двух языках. И сейчас записали аудиоверсию сказок, она со вчерашнего дня уже есть на Амазоне. Его можно послушать вообще кому угодно, не только местной аудитории, а, в принципе, со всего мира. Вот, поэтому, ну, проект в активной фазе, если можно так сказать. Да, до конца года мы планируем издать все шесть книжек. Это именно столько сказок в первой коллекции этого проекта. На сегодняшний день существует пять историй, с которыми уже многие знакомы, кто-то еще не знаком. Есть вот там бонусная шестая, которая еще даже не написана. Я уже молчал во всем остальном. Но мы хотели бы такой подарок всем тем, кому уже нравится, кому успел полюбиться проект, сделать вот такой подарок к Новому году и выпустить шестую сказку, шестую книжку и ее завершить первую коллекцию проекта. У нас есть небольшая видеопрезентация до проекта Казки Погрелова. Пропоную разом с нашими телеглядачами переглянуть ее. А потом мы повернемось и поговорим про каждую сказку окремо и про ваш подарок до Нового Рога для ваших поциновичей. Дивимось и повертаемось до студии. Привет! Меня зовут Женя и я часть команды, которая работает над проектом Сказки Погрелова. Мне очень нравится, что эти сказки учат важным моральным ценностям на примере простых повседневных ситуаций. А благодаря оригинальной подаче они очень интересны детям любого возраста. Проект стал еще и образовательным, когда сказки были переведены на английский язык. Мы подбирали понятную лексику и простые грамматические конструкции, чтобы даже дети, которые только начинают учить английский, смогли легко и с интересом читать эти книжки. Есть немного ресурсов, которые позволяют детям с интересом учить английский. Читая сказки, они не замечают, что учат новые слова и запоминают новые грамматические конструкции. И это здорово, когда их не нужно заставлять браться за уроки, а они сами с интересом бегут читать книжку. Читайте сказки и пусть они помогут вашему ребенку полюбить английский. На самом деле, как мне кажется, сказки не просто помогают учить английский. Сказки, прежде всего, воспитывают. Где-то это подспорье для родителей, где-то это возможность просто хорошо провести время вместе. В данном случае, да, действительно, Женя права. Кстати, видео я вижу впервые. Поэтому для меня небольшой сюрприз. Но, тем не менее, действительно, мы сделали их на английском языке, перевели, адаптировали лексику. Постарались сделать так, чтобы она была понятна, в принципе, детям. Чтобы она была понятна детям, которые только начинают учить английский. Поэтому в таком контексте, конечно, они образователи, в таком контексте они помогают, это как такой методический материал, да, который не является академической частью, но, тем не менее, немножко мотивирует изучать английский язык, немножко упрощает эту процедуру, немножко развлекает. Ну и, как я уже говорил, да, проводит, позволяет провести время вместе с родителями, позволяет окунуться в мир сказок, поверить во что-то прекрасно, волшебно. И, ну, создать какие-то мечты, стремления, идеи, потому как они зарождаются именно в детском возрасте и позволяют нам дальше идти вперед и не сдаваться, возможно, в каких-то вещах. Поэтому, ну да, наверное, учат. Женя, вы, как автор этих сказок, хотели бы узнать, откуда вы берете персонажей, в чем вы берете ту или иную ходу в каких-то учениях для детей, в каких-то рассказах? Ну, когда у меня спрашивают, как ты придумаешь сказки, как ты их пишешь, я отвечаю, все очень просто. Мы берем мораль, например, не нужно сорить на улице, да, не нужно выбрасывать мусор на улице, потому как это некрасиво, это плохо, это доставляет работы и хлопоты другим людям. Вот, мы берем эту мораль и упаковываем ее в какую-то красивую историю. Историю придумать несложно, вот, упаковываем, называем это сказкой, придумываем интересное название и даем ребенку. Вот, ребенок читает, он неосознанно понимает эту мораль, понимает какие-то, возможно, причинно-следственные связи, возможно, какие-то мотивации, которые возникают у персонажа истории, которые не мусорят, и какие-то блага, которые у него появляются. И ребенок неохотно начинает подражать этой хорошей привычке и перестает быть тем, о ком говорят нехорошо в будущем. Вот, поэтому в основе это мораль, в основе это что-то хорошее, в основе это то, что мы хотим вложить детям. А история это такая оберточка, оболочечка. Вот, и поэтому они приходят, наверное, уже, ну, когда ты понимаешь какую-то историю, какую-то идею, когда ты хочешь заложить, сверху приходит вот эта вот оболочка. Вот так они и пишутся. Чи есть аналоги вашего проекта, чи, возможно, он единый в своем роде? Ой, ну, наверняка он не единственный. Наверняка есть много вариантов аналогичных, похожих, чем-то отличающихся друг от друга. Но, тем не менее, каждый ход, который, и каждый элемент, который существует в рамках этого проекта, то есть, изначально это были написаны сказки, потом сказки были изданы в сборник сказок, а этот сборник сказок был распространен только на, на нашу аудиторию был доступен. Потом это все приобрело в формат вот таких мини-книжечек и отдельно выходили, они стали на английском языке, они стали аудиосказками. Я думаю, что вот такая совокупность всех этих элементов проекта, она достаточно уникальна. Но каждый, каждый из этих элементов, скорее всего, в других проектах существует другой пропорции какой-то. Нет ничего уникального, важно просто выбрать то, что тебе кажется правильным и делать это до конца, несмотря ни на что. Особливость аудиоматериала в том, что английская мова записана самым носием, справедливым носием этой мовы. Да, не просто носителем. Часто у нас подменяют понятия, носителями называют, не знаю, ребят из Туниса, из Южноафриканских республик, которые достаточно плохо владеют английским языком, но он не есть их родной язык, например. Я же отношу к носителям языка, да, как говорят. Это жители Великобритании, жители Соединенных Штатов или жители Канады, например, там, где английский язык, ну, уже более чем коренной. Вот, и да, она действительно записана, девочка по имени Мелани, это американка. Мы специально сделали такой проект международным, интернациональным, потому как книга будет доступна для всей аудитории, ну, уже по сути. Вот, мы не просто записали ее носителем языка, во-первых, для украинских детей, там, русскоговорящих, украиноговорящих детей. Это очень клевое подспорье для того, чтобы учить английский язык. Это правильное произношение, это правильные обороты, это обороты, которые используются в мире, это живые современные, а не те, которые, возможно, устарели. Поэтому очень важно было, чтобы именно носитель языка записывал. Вот, мы долго искали студию, которая подключится к нашему проекту, вот, и вот собрали вот такую команду. Более того, мы сейчас проводим много фокус-групп для разных стран, в которых читаем наши сказки, которым, там, даем слушать возможные сказки. Мы собираем прямо группы детей, ну, родителей с детьми, которые слушают сказки, которые читают и которые нам дают такой ревью, отзыв о наших сказках. Мы немножечко корректируем аудиторию для разных стран. То есть, если в Украине эта сказка рассчитана на возрастную группу от 5 до 10-11 лет, ну, не только сказка, вот весь проект, то есть, примерно, сказка на аудиторию одного возраста, то, например, в Соединенных Штатах мы сейчас поменяли аудиторию, она скорее рассчитана на возраст детей от 3 до 6 лет. То есть, несмотря на стереотипы, которые говорят, что, ну, дети в других странах развиваются немножко медленнее, вот у нас такие все передовые, не совсем. То есть, многие моральные вещи у них заложены намного раньше, чем у нас. У нас приходится только сейчас их открывать, там они уже давно есть, и деткам просто не так интересно уже. Для них, для аудитории от 5 до 10 лет уже нужно создавать более сложные истории, более сложные продукты. Вот. Ну, вот много таких нюансов, которые возникли именно благодаря тому, что мы общаемся вот с американской аудиторией, вообще, что участники проекта американцы, и мы можем сделать такой универсальный, клевый продукт. До Нового року готуется завершение первой серии вашего проекта, готуется шоста казка. Взагалі, скільки за терміном тривала первая серия, и что плануется на завершение в шостом продукте? Если речь идет о чем будет шестрая сказка, я понятия не имею. Вот честно, несколько раз попытался принудительно заставить себя об этом подумать. Это не работает, никогда не работало, и вряд ли когда-то будет работать. Пять историй писались, наверное, чуть больше года. Они были написаны несколько лет назад, у них был некий путь. То есть они сначала, как я уже говорил, сдали сборник, потом они были доступны в интернете, в свободном доступе. Сейчас мы немножко ограничили все это дело. Но все так же можно бесплатно почитать наши сказки, послушать наши сказки, ставить заявочку на сайте, на любой книжке. И мы отправляем просто электронные версии, люди читают, оставляют отзывы. Ну, все, на самом деле мы открыты, и стараемся проект сделать, ну, не знаю, общественным, что ли. Вот. И несколько лет у нее был путь. То есть мы издавались, мы издавались, два издания было, по тысяче экземпляров сборники разошлись. Мы участвовали в разных, не знаю, благотворительных, наверное, компаниях. То есть очень много подарили, мы работали с детскими домами, сделали огромную программу с детским домом, вот в Николаеве на полуострове Аляуды, с фондом Индиго. Ну, то есть путь был большой, пока мы не пришли, вот уже, наверное, полгода, как началась работа именно с проектом в формате мини-сказок, мини-историй, мини-книжечек. Вот. И сейчас они развиваются, они продаются даже. Мы придумали их продавать в разных злачных заведенницах, например, это какие-то кофейни, какие-то детские комнаты. То есть мы принципиально отошли от формата книжного магазина. Потому что нам хочется, чтобы эти истории были подспорьем для родителей провести время хорошо. Но родители, к сожалению, не всегда находят время для того, чтобы прийти в книжный магазин и сказать, дайте мне что-нибудь, чтобы я провел время со своим ребенком. Нет. Они приходят пить кофе с ребенком, возможно, возможно, сами, и говорят, о, клево, я могу еще и вечер скоротать неплохо, или сувенирчик принести. Ну, как-то так. Сегодня главной тематикой нашего эфира есть «Видпочинок». Как вы полюбляете отдыхать? И, возможно, есть какие-то порады про то, как сделать это лето нашим телеградачам действительно активным, полезным и незабутным? Вообще, мои знакомые говорят, мне вредно отдыхать, потому что, когда я долго отдыхал, то я придумал написать сказки, и все закрутилось, затянулось. Вот. На самом деле, я люблю познавательный отдых. То есть я люблю что-то узнавать. Мне очень сложно, как говорится, лежать пузом кверху, потому что у меня хватает где-то на 40 минут. Вот. И, в принципе, я считаю, что на 41 минуте мой отпуск завершен, начинаются какие-то мыторствования и попытки чем-то себя занять. Я люблю куда-то поехать, что-то посмотреть, что-то увидеть, да хотя бы что-то почитать, вот, что-то новое. Я иногда, ну, пытаюсь находить какие-то, ну, что-то интересное, в каких-то несуразных вещах, там, не знаю, места, которые никто не ценит, которые не являются какой-то туристической мекой, но на самом деле в них очень много привлекательных. Я очень люблю общаться с людьми, потому что благодаря общению с людьми возникают новые истории, новые идеи, вот. И это все, ну, ложится на страницы книги, где-то ложится просто в хорошие истории. Вообще, если можно, там, два слова сказать о историях. Мы хотим целую серию мастер-классов запустить для детей, которые будут учить так называемому модному тренду, который еще, к сожалению, пришел в Николаеве, но все грядет, он называется Storytelling. То есть идея в том, чтобы научить ребенка рассказывать истории, правильно строить эти истории, сделать свой рассказ интересным. Очень большая проблема у многих, не только детей, у взрослых, особенно это хорошо заметно, когда вроде неплохая история, неплохой сюжет, неплохая суть, но очень сложно человеку донести это до окружающих. Мы бы хотели, чтобы прямо с самого детства правильно строить построение истории, это очень важно, потому что люди тебя будут быстрее, лучше понимать, будет коммуникация проще происходить, ну и так далее. Я кому еще сегодня завитала до нашей истории.